здравствуйте друзья если вы только видели какой я нарядный но ну вы не видите пока потому что камеры показывает дорогу может быть мы когда доедем до офиса я разверну и покажу какой я сегодня нарядный значит почему нарядный потому что мы с софией идем на встречу с большими какими-то начальниками довольно серьезной компании которая делает электронные учебники я не знаю вы в курсе или нет но сейчас это невероятно большой бизнес и эти учебники есть и в печатном напечатанном виде тоже но можно их купить например вот в магазине они сколько-то денег стоит а можно взять в аренду электронно там скажем на год и тогда это намного намного дешевле и сейчас это очень сильно распространяется большой бизнес несколько компаний есть ведущих вот одна из них недавно буквально вот вышла из бизнеса сейчас мы там много наших ребят работала мы сейчас так видим их что они заходят резюме подправить так перекинуть там и так далее а другая компания мы там однажды снимали сюжет про индийский праздник дивали кстати даже не один раз снимали а несколько и последний раз мы снимали у них в новом офисе в даунтауне сан-франциско и мне пришлось убрать потом этот ролик он там недолго пробыл потому что ну как бы были там претензии по изображению внутренностей вот этой компании а там очень прикольно внутри то есть что-то невероятно не хуже гугла я вас уверяю так вот там у них большой кей департмент и менеджер департмент она у нас никогда не училась ее зовут светлана она у нас никогда не училась но она у нас постоянно подбирает народ туда на работу иногда это просто там надо тестировать иногда это связано со знанием какой-то предметной области там где-то химии где-то физики вот сейчас у нас взяли одну женщину китаяночку туда потому что она много лет работала по налогообложению и вот там какие то есть оказываются учебники там по такс и каунтинг там или что-то такое в общем вот нужен был человек который в налогах разбирается вот и этом дали работу оттуда вообще народ не уходит там они сидят по долгу был момент когда они переехали из долины в сан-франциско и многим стало неудобно ездить и вот какой-то был отток народу но тоже не сразу в общем там удивительная атмосфера и менеджер конечно невероятный чек то есть она все это сама рукотворно можно сказать создала и у них 50 человек там кивей из которых но может быть парочка не наших а остальные все из этой школы там есть люди которые по пять по шесть лет там работают может быть даже больше из наших но и вот их руководство как бы более высокая заинтересовалась и что за люди такие что вот так нас укомплектовали ну и соответственно соответственно до нас туда вот приглашают поговорить мы еще на самом деле тестируем прямо в школе для них то есть у нас есть вот если вы помните анну из google такое блондинку такой из города кургана так вот она которая из гугла к нам пришла значит многие год а чего на из гугла к вам пошла она у нас project lead или тимли даже какой правильно назвать значит она ведет этот проект помимо других дел которые она делает когда есть свободное время она ведет проект для этой компании и там ну может там до десятка студентов участвовать вот так что там ну вот там даже есть некоторая материальная компенсация тоже для студентов вот когда они там работают так она больше номинальная чем какая-то такая существенно но все равно и мы в этом смысле как бы что называется он кол то есть когда есть продукт какой-то вот перед выходом его значит его нужно потестировать и там может занять несколько дней поскольку у них очень много учебников по самым разным дисциплинам там и так далее то бывают полосы когда там дым стоит столбом бывают полосы когда перед их некоторый поэтому все такое не неровное это не то место где можно работать и зарабатывать но это то место где можно как бы там за символическую какую-то оплату участвовать совершенно реальных проектах поэтому мы вот создали такую должность у нас там в коллективе должен человек который все-таки понимает тестирование он ведет этот проект вот она у нас ведет этот проект и сегодня я нарядный из-за этого вот давайте может пока тут тормознулась я вам себя покажу так ну готовьтесь бабах вот такой я нарядный жилеточки в черные брюки черные но вот когда смотрим зеркало я думаю только еще ярмолку одеть и буду таким настоящим патриархальными евреем вот ну а так вот вроде без ярмолки даже не значили вот это это у меня это у нас нарядная я помню была такая фраза я много лет назад 4 услышал ну там про израиль там всякие шутки были там говорят что вот как что вы тут вы уже достаточно давно прожили в израиле если и вот там идут разные хохмочки вот одна из них была если когда говорят что нужно при 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 одеться начинайте со вздохом натягивать носки вот так что вот это я это я приодетый даже особо одеваться там наряжаться некуда ну так вот для себя разве что для настроения может но когда лето знаете не не хочется ничего такого столидного натягивать вот так маечку а сейчас уже вроде холодней становится а что еще рассказать это одна сторона начали мы онлайновый класс разделили тех кто решил остаться значит собрали в отдельную группу довольно прилично получилось у меня там сейчас 100 человек из тех 125 которые были ну плюс еще парочку подошла вот 100 100 решили остаться в классе и вот мы с ними значит сегодня уже будет пятый урок мне нравится эта группа она заводная там какой-то драйв у них есть какая-то энергия такая мне мне давно вот не хватало вот этого чтобы в онлайне народ как-то глаз загорели и я я не вижу глаз но в общем я чувствую по по переписке по общению у меня такое впечатление что там много хорошо подготовленных людей потому что обычно в онлайне есть как ну существенное количество нужно так домохозяйка когда то есть людей которые в принципе там могут что-то но но немного вот такое ощущение что много подготовленной публики и тут тоже очень приятно значит что еще сказать там уже несколько человек нашли работу что интересно вам по моему трое уже офферы получили хотя это не вот закончили на на прошлой неделе во вторник был последний урок нормально а половина даже резюме еще не 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 запросили вот я смотрю меня нет запросов больше как бы там и на то есть было 120 человек там 60 даже резюме пока нет но многие пошли сейчас на повтор курса то есть мы они могут повторять неограниченное количество раз поэтому может быть я надеюсь что они все-таки выйдут на рынок может быть они как-то со своим резюме тоже может быть мое не обязательно я не знаю в общем вот такой феномен онлайн нового обучения то есть когда вы попадаете в онлайновый класс получается что вероятность там 50 процентов что вы никогда даже до резюме не дойдете ну что тут что тут скажешь у нас нет возможности влиять к сожалению на это все мне бы конечно хотелось чтобы все работали так что у нас еще у нас я записал вчера до двух ночи с 12 до 2 ночи вчера я писал ответы на вопросы с доктором михаилом бородянским вот я сегодня уже повесил первый кусочек там шесть вопросов было у тебя первые с утра вывесил это свой 10 минут прошло уже там два лайка 5 дислайков то есть понятно что люди не смотрели но что-то им то ли фамилия не нравится то ли чего но но не хочешь не смотри так я я так понимаю но мы записали ответ на 6 вопросов и мы думали что быстренько пойдет знать так ну 6 вопросов проговорилась это все 2 часа с небольшим ну что делать значит я отдельным файлом в какой-то момент подвешивание сразу для тех кто просто слушает аудио там такого плана и потихоньку буду эти шесть кусочков вывешивать не не сразу то есть я не хочу завалить канал как бы там психологическим всякими вещами хотя мы все так или иначе то сказать живые люди и психика у нас присутствует вот и там такие больше семейные и с детьми и там и отношения как 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 бы в том случае в этом случае я задавая там наводящие вопросы я пытался какую-то иммиграционную составляющую этому всему дать ну в общем я думаю что будет я думаю что будет интересно тем кто вообще этим интересует потому что на самом деле вопросы психологии вопросы там смысла жизни и так далее они они не всех интересуют у нас есть знакомая она интересуется а мама ее абсолютно ей не до этого а маме так уже под 90 но и она маме говорит вот скажи маму вот чем смысл жизни так это но послушает столько дел вокруг и ты какой-то их человек какую-то ерунду там осмысляла и вот какой ключик какой мое дело вообще смысл жизни поэтому а есть люди которые интересуются поэтому вопросы психологии вопросы семейных отношений вопросы отношения с детьми я считаю что это вопрос бесконечно важны и ну не не обязательно вот конкретно для всех подряд и конкретно в этот момент времени но вообще неплохо чтобы было все-таки наш канал кроме тех людей которые у нас все время присутствуют смотрят люди которые вот откуда со стороны приходят и я могу сказать что статистика ютюба позволяет мне видеть откуда идет трафик отдельно по подписчикам отдельно по не подписчикам и сейчас я скажу ну и совместно значит так вот получается такая история что если мы посмотрим на поиск на поиск то подписчики поисков почти не делают ну скажем подписчики делают 5000 поисков за месяц 5000 не подписчики ну те кто приходит на наши видео да вот значит 5000 просмотров от наших подписчиков которые делали поиск и 65 тысяч просмотров за месяц от наших не подписчиков которые попали на видео делая какой-то поиск и вот это довольно существенно то есть по не подписчикам поиск это 16 процентов 16 процентов просмотров это очень много каждый шестой поэтому я иногда какие-то темы поднимаю которые с одной стороны я считаю полезными интересными с другой стороны такие которые могут привлечь людей которые может быть иммиграционная тематика не так интересно у нас есть достаточно много народу которым иммиграционная тематика не так интересно и больше интересно про жизнь в америке чем например как туда попасть и я на самом деле с большим уважением отношусь к этому и у меня нет такого наделю желания чтобы каждый человек который попался обязательно чтобы он иммигрировал а то как же он бедный там сейчас пропадет и нет такого абсолютно вот так что там есть очень интересные рассуждения о связи человека с родиной о том месте которая страна где он родился должна занимать в его жизни в его отношении к себе и так далее это может быть не самый первый не самый первый вопрос который мы обсуждаем но мы об этом тоже там говорим и в общем там разговор выходит все время за рамки того вопроса который был задан потому что есть очень много вопросов которые относятся слева справа сбоку и я уже как зритель то есть вот я сижу и с одной стороны мне самому что-то интересно больше что-то меньше с другой стороны я конечно больше как на работе то есть я в интересах нашего зрителя в том смысле в каком я понимаю нашего зрителя и мне хочется сделать для него какое-то такое знаете ну развлекал его чтобы она полезным еще было и так далее поэтому я старался так как бы вот задавать всякие вопросы которые по ходу дела возникали чтобы немножко было может быть повеселее ночи кому интересно те посмотрят кому не интересно значит я думаю что вы тогда уже не ходите туда и не ставьте свои дислайки потому что дислайки влияют на продвижение видео в поиске это значит что вы своими дислайками мешаете другим людям которым может быть интересно найти это видео при том что вам не интересно и вы не смотрите и в общем какой-то такой разрушительной деятельностью занимаетесь и в первую очередь себя разрушаете вот через это я так считаю то есть как бы не нравится не смотри не ходи там написано же ты же видишь лицо ты видишь там о чем разговор и так далее да но еще раз это ваше личное дело то есть может вам от этого настроение улучшать да вот бабах мы нас на светофоне ну давайте я разверну камеру обратно вот едем мы значит дальше я на ходу соображать с утра иногда бывает все трудно соображается думаешь что там чего там есть хороший прием такой с вечера написать все дела на бумажечку но я иногда так делаю но это очень здорово но как-то вот не сейчас я только помнил что мне нужно одеться прилично вот мне софия сказала оденьтесь бизнес кежуал потому что там большие начальники мне надо еще не забыть час бизнес карточки в карман сонт мы думали может какой-то им принести сувенир но но как-то вот нам тут говорят что сувениры не очень прилично нести у нас есть правда шикарная коробка шоколадок кто-то привез из ой боюсь соврать то ли из белоруссии то ли из казахстана такие хорошие 80 процентов значит там как а ну и так смотрится неплохо не может собой взять я не в общем сейчас будем решать все эти вопросы софии к двум часам сейчас у нас 10 часов 20 минут утра а к двум часам мы поедем бензин то есть ой мама бензин то немного надо зарядиться ну хорошо еще говорят постричься надо мне жена готов ты бы постригся тут и вид ходишь так как-то не солидно и это кстати неплохо постричься потому что вроде даже моложе как-то выглядишь мне еще наталья quick прислала несколько пробничков вот так чтобы это под глазом подмазал значит и мешков нету пока я вам скажу если например если б не эти пробники я бы никогда и не думал что у меня есть мешки где-то под глазами то есть как бы надо всматриваться туда какую-то энергию слать там думать об этом вот но она сказала миша вот и поставь камеру по намажь там еще инструкция я бы уже наверно снял какой-то сюжет на эту тему но там инструкция на три-четыре страницы мне сложные читать в смысле не то что сложно время времени но она будет поставь камеру и вот пусть видит как на глазах значит у тебя это все превращается значит в гладкую кожу это софия приехал ее сын привез так значит тоже нарядная как а ведь у нее такой песочного цвета костюм так есть там место или нет ну пойдем исследовать я люблю здесь стоять если есть место встанем нету нету место да вот так ушки у нас соседи с первого этажа тоже вот справа сейчас вот их офис эти соседи это такая организация которая занимается как вам сказать structural engineering то есть они при строительстве там его у меня нет нет русской терминологии для этого дела в общем structure engineering и они переезжают другое место они занимают 2 3 этого этажа а мы примерно треть а может быть даже может они даже не три четверти а мы четверть почему они уезжают но сейчас паркингом будет получше я не думаю что они там за неделю кого-то на найдут кроме того когда строительство строительство когда новый жилец рентер надо под него какую-то перестройку делать поэтому сделается план потом значит делается самостройка все это какое-то время занимает и я думаю что мы какое-то время будем получать удовольствие от жизни силу того что у нас будет больше паркинга прямо возле нашего офиса ну чё ребят я приехал и пойду смотреть какая красивая софия вот ну давайте еще раз повернул вот софия красивая я красивый вы красивые кто досмотрел вообще еще и жизнерадостные наверное веселые потому что надо выдержать все но в общем кто досмотрел тем двойное спасибо ставьте лайк там кнопочку нажимайте и все дела счастливо мы в общей мы Субтитры подогнал «Симон»